С чем обычно ассоциируются очистные сооружения? Конечно, с неприятным запахом, но сказать по-честному, на территории пахнет не особо стильно, примерно как в общественном туалете. Хуже всего на этом месте и вот в этом здании. Именно сюда поступают все городские стоки. Здесь и начинается процесс очистки воды. О полном цикле нам рассказали во время экскурсии и инструктажа, который в принципе обязателен при поступлении на работу. Итак, стадия первая – удаление грубых примесей. Чего только в Алакжане не выкидывают в канализацию. Мы увидели тапки, куски одежды. Работники очистных находили игрушки и даже куски арматуры. Все это удерживают специальные решетки, которые установлены под полом. Все, что крупнее трех миллиметров, они задерживают. Я могу вам открыть, посмотрели. Говорят, страшнее всего палочки от чупа-чупсов. Дело в том, что они проскакивают через решетки и собирать их приходится вручную. Порой попадаются даже деньги. Обычно купюры достоинства не больше 500 рублей. На второй стадии очистки удаляется песок. А вот дальше начинается все самое интересное – биологическая очистка. Здесь за дело берутся специальные бактерии, так называемый активный ил. Это сооружение называется динитрификатор. В основном, в стоках присутствует азот, которым мы входим в туалет. Значит, динитрификаторы предназначены как раз для удаления азотных соединений. После этого, но уже другие бактерии в другом бассейне буквально съедают вредные микроорганизмы. Дело остается за малым. Последняя стадия – это вторичное отстаивание, где из воды удаляется тот самый активный ил. Спустя все стадии очистки вода вот таким мощным потоком сбрасывается в реку Дулевку, которая примерно через километр впадает в Вологду. Сказать, что вода идеального качества, конечно, нельзя. Примерно 1% вредных микроорганизмов все-таки остается. Однако она намного чище той, что сейчас находится в реке. Доказательством тому служит рыба, которая давно облюбовала это русло. Работники очистных рассказывают, что порой вылавливали рекордные для наших рек экземпляры. Удочек мы, к сожалению, не взяли, так что пора приступать к работе. Все оказалось намного лучше, чем ожидали журналисты. На сегодняшний день на очистных сооружениях работает около 60 человек. В лабораториях следят за электроникой. Журналистам, как людям, не имеющим необходимого здесь образования, доверили лишь повыдергивать травку вокруг бассейнов. Но работа есть работа. Радует, что хоть какую-то пользу здесь мы все-таки можем принести. Что и сделали Александр Устинов и Василий Попорин. Новости Вологды.